Итак, что же сейчас происходит на этой большой стройплощадке? Старая часть издания. Уже начинают завтра работать маляргов. И сантехники строят теплотрассы, все такие дела. А в новом части крышу только делаем, чтобы успеть до зимы еще достроить все, весь комплекс. До зимы это имеется в виду через неделю в октябре? Или это имеется в виду 1 декабря? 31 декабря. Срок там. Вы считаете, как специалисты, это вообще выполнимая задача? Сложно, но выполнимо. А скажите, в чем тогда сложности, раз вы сами затронули? Потому что объект ведь непростой. В чем основные сложности были? Сложности только время. Очень короткое время для такой работы. Было бы у нас лето и два месяца длиннее, тогда отлично. А сейчас уже осень и скоро зима у нас. Сейчас у нас занимается строительством пярновская фирма РЭФ. На стройке идут очень активно все работы по всем направлениям, начиная от электричества, установка вентиляции, теплоузла, подготовка к тому, чтобы сделать тепло уже и много-много чего другого. На новом здании уже поставлены стропила и начинается делаться обрешетка для того, чтобы покрыть крышу как можно быстрее. И фасад на новом здании, на старом здании уже почти готовый. То есть и крыша, и сливы. Сейчас готовится, так сказать, подготовка к тому, чтобы парадный вход сделать и пандус для людей с ограниченными возможностями. Темпы хорошие взяты и надеемся, что все будет выполнено в сроки, которые определены. А вот, кстати, напомните, пожалуйста, какие сроки определены проектом? Проектом сроки определены конец декабря месяца этого года. Заканчивается. И если единственное, что, наверное, не успею это сделать, то это будет по весне, наверное, благоустройство территории. Ну вот работы строительные будут закончены, а когда двери распахнет клуб, когда вы уже сюда и переедете, и начнутся занятия здесь, потому что понятно, что здание большое, его же надо будет еще осваивать, благоустраивать. Ну, я думаю, что где-то, наверное, в январе, наверное, может быть, освоим, завезем новую мебель, расставим все, подготовимся, и тогда уже, значит, может быть, где-то январь, февраль месяц мы можем уже начать занятия уже здесь. В новом здании очень много большой площадь занимает и ТИР специально для того, чтобы наши ребята тренировались, потому что в программе морского многоборья это тоже входит стрельба из пневматического пистолета. В новом здании будет мастерская, в которой будут заниматься судомоделисты, и мы хотим это развивать еще, и мы будем планировать и начальное моделирование, и работу, мониторинг, моторику с детьми из общества ЛАД. Продолжим с ними сотрудничество. Еще одно очень немаловажное – это будет теплая мастерская. Если мы до сего дня не могли ремонтировать межнавигационный ремонт свои малые плавсредства, шлюпки, яхты, то сейчас мы можем, вот видите, там на месте ремонтировать их в синий период, а тем самым, значит, будет им лучшее качество, и мы раньше можем спустить их на воду. На втором этаже у нас появится свой собственный актовый зал, и еще немаловажный – это, конечно, тренажерный зал большой, современный тренажерный зал с душевыми, с туалетами. В соответствии с нормами для Евросоюза, здесь тоже есть и лифт для того, чтобы дети с ограниченными возможностями могли подняться на второй этаж. То же самое, значит, для них будет возможность заниматься и в тренажерном зале, и в актовом зале, значит, все это, оказывается, все будет. Напомните, кто у вас занимается? Дети, школьники и гимназисты, ну и есть также у нас те ребята, которые уже прикипели, как говорится, к клубу, занимаются и их шестой, и седьмой год, и есть те ребята, которые на яхтах ходят, и они уже заканчивая и гимназию, и продолжая учиться даже в Таллине, приезжают сюда к нам, вот, и ходят с нами в походы волонтерами, но есть еще и взрослые группы, в том числе и мы готовим ребят группы, там, судоводители-маломерщики. Самому возрастному вашему курсанту сколько лет? Ну, наверное, около 50, у нас есть волонтер морских скаутов у нас, папа и дочка. Мы приветствуем, если у нас это будет даже не только чисто детское, а такой семейный такой клуб. У меня знакомый 41-летний мужчина, он купил яхту, ну небольшую, да, поставил на Кулгу, вот он может у вас пройти какие-то курсы? Мы открыли еще дополнительно МТЮ, Нарва, Мерикескус, который готовим по лицензии судоводителей маломерных судов. Он для своего удовольствия, да, и сколько часов это будет занимать? Это занимает 3 месяца, 150 часов, и они получают удостоверение судоводителя-маломерщика до 24 метров и с мощностью двигателя более 30 киловатт. Это услуга платная? Да. Продолжение следует...